Приветствую вас на канале правильный выбор. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о смартфоне Xiaomi Redmi Note 9S. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и чтобы не пропустить следующий обзор, включайте колокольчик. Внешний вид смартфона получился необычным и интересным, особенно изящно смотрится задняя часть. Первым делом в глаза бросается блок камер, который выполнен по центру верхней части девайса в виде прямоугольника. Он занимает небольшую площадь и гармонично смотрится в общем дизайне устройства. Гаджет получил все самое необходимое. На нижней грани располагаются порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Слот для сим-карт выполнен в формате 2 плюс 1, а также есть ик-порт для управления бытовой техникой. Кроме того, на гранях расположены динамик, основной микрофон и микрофон шумоподавления. На правой грани находится кнопка блокировки, в которую встроен сканер отпечатка пальцев. Выше нее располагается качелька регулировки громкости. Сам же телефон доступен в трех цветах – белом, сером и голубом. Смартфон получил большой дисплей диагональю 6,67 дюйма. Небольшие рамки и фронтальная камера, врезанная в экран, придают экрану безграничности. Его разрешение составляет 2400 на 1080 пикселей. Картинка невероятно чуткая и эффектная. Экран отлично откалиброван, для любителей в настройках имеется возможность подкрутить цветовую схему яркости, включить темный режим. Также можно скрыть фронтальную камеру. Границы яркости дисплея комфортные как ночью, так и в дневное время суток, но при прямых солнечных лучах яркости чуть-чуть не хватает. Защищает дисплей закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Из коробки установлен Android 10. Поверх него стоит фирменная оболочка MIUI 11. От MIUI 10 она слабо отличается, но отличия все-таки есть. На рабочем столе в глаза сразу бросаются обновленные иконки, которые выполнены в едином стиле и по умолчанию имеют одинаковую форму. Отличается и меню многозадачности. Окна программ теперь расположены по два в ряд. Верхняя шторка на первый взгляд та же, однако для просмотра всех уведомлений от одного приложения теперь нужно нажать на него и подержать, а не свайпать двумя пальцами как раньше. Кроме того, появился выбор стиля отображения уведомлений – стандартный MIUI либо на манер стоковой операционной системы Android. Одной из ключевых особенностей современных смартфонов являются камеры. В новом девайсе присутствуют четыре основных и одна фронтальная камера. Последняя имеет разрешение 16 Мп и размер пикселей 1 мкм. Фотографии получаются детализированными и естественными. Основная камера представлена 48-мегапиксельным модулем с большой матрицей. Он показывает очень достойный результат. Фотографии четкие, контрастные, с хорошей цветопередачей и динамическим диапазоном. Также имеется и сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов и его разрешение равно 8 Мп. При достаточном освещении получаются хорошие фотографии. Датчик глубины используется для размытия фона и акцентирования внимания на объекте в кадре. Задач у него немного и справляется с ними он хорошо. Заключительный модуль самый неоднозначный и это макрокамера на 5 Мп. Для кого-то она станет находкой, но из-за слабого разрешения качество фотографии может не всегда устроить. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 720G в связке с Adreno 618. Буква G в названии процессора обозначает гейминг и действительно в синтетических тестах смартфон показывает хорошие результаты. Так что с повседневными задачами девайс будет справляться отлично. Модель представлена в двух вариантах 4 или 6 гигабайт ОЗУ и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти соответственно. Смартфон поддерживает самые современные диапазоны сотовой сети. Он оснащен скоростным Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версией 5.0. К сожалению, NFC девайс не получил, так что расплатиться в магазине с помощью телефона не получится. Независимо от того, путешествуете ли вы, ездите на работу или выполняете поручения, мощный аккумулятор нужен всегда. С помощью батареи емкостью 5020 мАч вы можете пользоваться своим телефоном в течение нескольких часов подряд, не беспокоясь о том, что он разрядится. Девайс поддерживает быструю зарядку 18 Вт и поставляется с быстрым зарядным устройством мощностью 22,5 Вт. Отзывов на смартфон мало, но вот что мне удалось найти. Сначала о недостатках. Экран так себе. Камера в ночное время снимает отвратительно. Селфи камера бросается в глаза. При запуске тяжелых игр телефон греется. Нет NFC. Теперь расскажу о положительных сторонах модели. Работает шустро без тормозов. Android 10. Индикатор пропущенных звонков. Икпорт. Красивый дизайн. Хорошая батарея. Быстрая зарядка 18 Вт. Возможно, вы захотите поделиться своим мнением об этом смартфоне в комментариях. Напоминаю, все лучшие цены на модель вы найдете в описании. Надеюсь, обзор был вам полезен и вы оцените его лайком и подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Всем пока!